Всем привет, с вами Артур и Женя, и сегодня у нас обзор на новинки из Лаплэчинти. Здорово! А, еще есть, да, получается? Ух ты! Очень много. Ну, это добрый-добрый. Да, у них появилось новое меню в мае, плюс еще у них появилось летнее предложение. А, сезоночка? Да, сезонное меню, давай быстренько будем распаковывать, смотреть, что, как, сколько весит, непонятно что. Предугадать можно. Опять же, пишите на упаковках, что здесь оладьи кабачковые с семгой, 85 лей стоит, должны весить 250 грамм. 280 грамм. С учетом упаковки, хорошо. Следующее, это скорее всего у нас вертута, нет, не вертута, это у нас сыр-элея с овощами и брынзой. Не могу понять, что это такое. 55 лей стоит, 330. 487 грамм. Отлично. Следующий пакет. Лук. Лук, зеленый, три стебелечка. Look at this. Это хорошо. Дальше идут у нас три соуса. Соусы, соусы. Следующая, маленькая коробочка. Маленькая коробочка, коробка. Маленькая коробочка, не написано. И большая коробочка, коробка, ребятишечки. Так, здесь, а нет, здесь жареный пельмешек. Жареные пельмешечки. Жареные пельмени. 50 лей 320 граммов. Заявлено 320. А на весах 229. С учетом двух соусов. 342. Все хорошо. Дальше. Что это у нас? Что это у нас такое маленькое? Салатик. А, это салатик получается... Чего-то, да? Костица свиная. Ух ты божечки. 125 лей стоит. Должно весить 550. 558 грамм. Ну, чуть-чуть не до вес. Ну, такое, да. Заметь, в двух пакетах ни одной салфетки. Потому что здесь у нас есть меню. Меню. Для вашего дома меню. То есть, вы оставляете у себя. Дальше. Наборчик приборов. Два лея. Записали. Я взял специально для того, чтобы сделать одну маленькую фишечку. Так. Это у нас салат летний с редисом. 45 лей 250 грамм. 388 граммов уже. Ого. И это у нас салат с молодой хрустящей картошечкой. 50 лей за 330 грамм. 391 грамм за ябл. С чего хотелось бы начать? С горячего. С горячего. Горячая, самая горячая. Это у нас костица. Костица мастерица. Маленькая косица. С картошечкой. И с салатиком. И с салатиком. Комплектация норм, кстати. Но это не салатик, это соленая капуста. Квашеная капуста. Да, это... Ну, надо попробовать. Давай. А лучок к чему идет? Не знаю. Может быть, к чему-то идет. Что я хотел сделать? Я специально заказал одну... Один набор приборов. Угу. Для того, чтобы посмотреть. Во-первых, они био. Био, это хорошо. Дальше у нас салфетки. Фирменные салфетки. Бронированные. Из индиса. Да. Из индиса. Как бы подсказывают, что это один хозяин. Да. И здесь тоже у нас индис написано. Окей. Для чего я это заказал? Для того, чтобы вот... Например, если вы заказываете не домой, а заказываете, соответственно, куда-то... На природу. На природу. На дачу. Смогут ли эти приборы справиться с мясом? Отлично справляются. Очень неплохо даже справиться. Вот так вот выглядит. Да. Это свинина, соответственно, она никакого medium не должна иметь. Она должна быть полностью прожарена. Ну что же, давай будем пробовать. Давай будем пробовать. Я разрежу это на два. Ага. Видишь, они здесь ее прорезали для того, чтобы понимать, прожарилась она и не прожарилась. Проверяли, да? Это хорошо. Нет, нехорошо. Это сок вытекает. Ты чистую кушаешь, правильно? А я попробую соусом. Скорее всего, это аджика какая-то, да? Сносное мясо вполне очень хорошее. Это правильное мясо. Я бы не называл его стейковым мясом, конечно. Но это хорошая костица. Это хорошая костица, да. Как говорят в Одессе, по-моему, это биточки. Но здесь, видишь, здесь все равно есть кость, поэтому это костица. Сочная, хорошо приправленная, отлично приготовленная, не сухая, прожевывается очень быстро, насыщенный вкус мяса, мне очень нравится. Очень хорошо, на самом деле. Картошка без каких-либо специй, хотя видно, что чем-то ее все-таки посыпали, но соль. Да. Обычно подают такую картошку с розмарином печеную, но ничего. Да, посолена. Ну, картошка-картошка. Картошка-картошка, да. И салат. Почему ты говоришь салат? Это же не салат. Так ваша на капусте. В моем детстве это был салат. Потому что здесь еще есть морковка. Ой, очень хороший. Это вот как из детства. Это реально хрустит капуста, имеет свой вкус, не пересоленная, не имеет постороннего запаха, который часто бывает при квашене капусты. Очень, очень, очень хорошо. Единственное, что теплый. Теплый, да, потому что рядом, видимо, лежал. Но прям супер. Хорошо. Это у нас 125 лей, насколько я помню, да? Да, я готов заплатить за это 125 лей, кстати. Ты готов за это заплатить? Да, 125 лей. Хорошая порция. Соус, картошка, мяско. Все отлично. Идеальненько, кстати. Очень хорошо. Прям народный продукт. The best. Вот это называется лайк. Ставьте лайки, пожалуйста. Следующий это сыр-элия. Давай. Что это такое? Объясни мне, пожалуйста. Вот почему ты назвал его не вертута, не плацента? Ну, потому что у них это называется сыр-элия, а вертута у них называется почему-то вот эти вот плоские плациндочки, которые продолговатые. Вот эти вот, которые с вишеной. А, да? Да. Слушай, вертеть вот это вертута, судя по-моему. Ну, это такое. Так себе моя логика. Не запоминайте, пожалуйста. Пока мы видим только одно. Мы видим, что здесь пока много теста. Это пока. Может быть, по вкусу сейчас будет совершенно все иначе. Ну, да. Вот в серединке здесь прям тесто прям много и оно такое плотное. Смотри. Ну, это как пирог, я тебе хочу сказать. Выглядит. Капуста, перчик, морковка, приправы. И брынзочек там, да? На первом укусе у меня преобладал вкус теста. На втором укусе у меня уже преобладал вкус начинки. Да, именно овощей вот с этой вот брынзочкой. Брынзочку я бы сюда, наверное, добавил чуточку более. Потому что овощи, они вот как по начинке, вкус начинки, они на первом плане. Потом идет вкус брынзы и потом уже какие-то специи. Я ничего больше не хочу добавить твоему комментарию. Я с тобой согласен на миллион процентов. Но, есть одно примечание. Господа и дамы, когда это остынет, а мы сейчас кушаем это горячим. Когда это остынет, не факт, что оно будет таким же вкусным. Потому что тесто немножко затвердеет. Потому что овощи немножко потеряют свои вкусовые качества, потому что это не горячо. И да, брынзочки все-таки надо добавить немножко больше. Оно было бы настоящим таким национальным вкусным насыщенным молочным продуктом. Со своим вкусом брынзы. Хотя, если кто-то не любит брынзу, то вполне достаточно даже вот этого количества брынзы. Оно так чуть-чуть отдаленно слышится этот вкус. Но, в целом, овощи чувствуются очень хорошо. Очень хорошо. Ну и тесто. Может быть, чуть-чуть меньше теста, чуть-чуть больше брынзочки. И будет вообще шикарно. Да. Да. Ставь лайк. Ставьте лайки. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они знают тоже, что есть Женя и Артур на канале. Ем и плачу. Потому что, ну, пора уже 5 тысяч добить. А то все, 2 тысячи и 2 тысячи подписчиков. Это маловато. Ну, 5 тысячи совсем немного. Слушайте, ну, это совсем просто сделать. До августа месяца набираем 5 тысяч, и я делаю конкурс на 5 тысяч лей. О, оладьи кабачковые с семгой, ну... И с творожной какой-то массой, с зеленью, да? Угу. А что здесь? Сок? Семги. Угу. Потому что она засорена, скорее всего, да? Да. И пустила сучок. Ну, тест на семга. Как всегда, зачем его делать? Потому что что? Вот и мы все видим. Потому что что? Потому что все горячее, и семга просто-напросто... Приготовилась. Приготовилась. Соленое нечто. Нешто соленое? Да. Давай начнем. Давай я... Хочешь, я скажу тебе по поводу оладьев из кабачков? Ммм. Вот эта штука прикольная. Что это перетерзает? Извини, что я тебя перебил. Это творожная масса вместе с укропом. Вот если сюда еще добавить чуть-чуть лучка и завернуть это в плацинду... Ммм! Огонь! Ну, скорее всего, это и заворачивать плацинду. Возможно, да? Может быть. Какая-то заготовка. Это очень вкусно. Легко и просто. Вот он, молдавский сыр Филадельфия. И он, на самом деле, намного молочнее и вкуснее, чем сам Филадельфия. Снаружи они поджаренные, внутри они сыроваты. Ну, я бы не сказал, что это сырость, сыроватые. Я бы сказал, что это... Ты сейчас когда попробуешь, если там кабачок сырой, да, они сыроватые. А если он готовый, они... То есть, я хотел тебе об этом сказать, просто... Ну, это как драники, ты имеешь в виду. Ну, не совсем. Не совсем. Оладушки все-таки это немножко другое. Для меня это сумасшедшие оладушки. Да. Беру свои слова обратно. Внутри. Отличная консистенция. Чесночок, который сдавливает вкус. Да. И теперь нужно попробовать все вместе, Лень. Давай. Давай попробуем. Единственное, что я бы сюда чуть-чуть меньше чеснока добавил, потому что кто-то не любит чеснок. И чуть-чуть меньше соли. Но ты знаешь прекрасно, что я мало соли, в принципе, добавляю в еду, и я всегда чувствую солен. Хотя, может быть, по соли норма. Да. Оладушки безумно нежные, я вам сразу скажу. Это прям хорошо. Семга, наверное, не нужно паковать ее с горячими оладушками. Может быть, какой-то пак совершенно другой нужно будет придумать. Ты не попробовал вместе с семгой? Ну, я понимаю, что с сомга происходит. И ты правильно сделал, потому что вот оладушек вместе с творожной массой, с укропчиком, офигенски. Как только там появляется семга, у вас во рту соль. Просто соль, которая перебивает абсолютно все вкусы. Не вкус рыбы, а вкус именно соли. Недочет только по рыбе. Просто смотрите, если здесь рыбу убрать, это настоящий молдавский продукт. Наш молдавский продукт. Народный продукт. Угу. Зачем здесь семга? Не надо. Жареные пельмешки. Ой, ностальгия. Наша ностальгия, ностальгия, ностальгияшка. Здравствуйте, жареные пельмешечки. И два соуса, сэр. Что поприбрал? Пахнет мясом. Да. По мне, многовато теста. Маловато начинки. Жареные пельмени готовятся, на самом деле, с одной стороны, очень легко, с другой стороны, там есть один нюанс. Их нужно максимально раскаленное масло закинуть для того, чтобы запаковать его, чтобы жидкость внутри из мяса не вытекала в бульон. И когда ты жареный пельмень макаешь в холодную сметану, надкусываешь, и там брыжит внутри, это круто. А здесь сухая начинка. А здесь немножко суховато. И ты, по большому счету, это вот как к пиву. Вот прям к пиву. Но я считаю, что жареный пельмен, он не только к пиву. Он, в принципе, вкусный. Если он вкусно приготовлен. А вот это к пиву. Со сметанкой такой себе, вот с этим вот кисло-сладким остреньким соусом. Китайским? Да, очень даже. Ну, надо сказать, что не совсем все плохо, все нормально. Как бы жареные пельмени. Масло не плавает. Да. Сами перемешки тоже сухие. Ну, вот видно, что они здесь вот прям разрывались. Вот одна, вторая. И вытекала из них. А чтобы не вытекала, было бы кручкой. За такое 60 может быть. Может быть, не знаю. Необычный какой-то салат для меня, по крайней мере. Давай. Жу-гу-жу-гу-жу-гу-жу. О, сразу запах чесночка пошел. Слышишь? Картошка. Картошка. Так, ну давай попробуем все вместе. Огурцы огнище. А, рукола внизу. Огурцы огнище. Ух ты, рукола. Огурцы огнище. Соленые? В меру. Когда все вместе вкусно. Вы знаете, друзья, прям неожиданно. Совсем. Мы скептически отец из Кадатка, или честно сказать. Очень неожиданно. Сколько он стоит? 45. Нет, 50 лей. Это, знаешь, под водочку-то. Мык. Да, как бы, очень достойный салат. Очень неожиданный, вкусный, достойный салат. За 45 леев, ребята. За 50 леев. Добрый вечер. И бекончик здесь, вот как я сказал сначала, что не поджаренный. Хорошо, что не поджаренный. Потому что вот именно в таком виде он дает хорошо. Я не знаю, даже соуса не надо никакого. Может быть, там, не знаю, там, капнуть барбекю чуть-чуть, неси намного. Нет, не думаю. И то все равно. Ну вот у тебя аджика, ты можешь попробовать с аджика. Но я думаю, что будет не то. Я думаю, что да. Очень хорошие, неожиданно вкусные ингредиенты в своей комплектации. То есть, когда ты все сразу кладешь в рот, и прям рукола, которую там любят, не любят, она не чувствуется, но она придает этот свежий. Салат с редисом. Яичко, огурчик, редисочка, зеленушечка. Что, это окрошка? Нет, это не окрошка. Знаешь, что, кстати, окрошка это салат, а не салат? Да. Это знаешь что? Это молдавский пакет. Как мило. Отсылочка, там в описании где-то имеется. Потому что здесь огурцы свежие. Вкусные. Редис. Ну сейчас редиска и огурцы найти сложно, не невкусные. Зерень. Укроп, яйцо, соус. Это прям сметанка. И горчица. Дежонская горчица. И что же внизу? Что же внизу? А внизу ничего. Здесь, да нет. Листья салата. А, листья салата, да. Айсберг. Ну смотри сколько здесь. Нет, листья салата. Смотри сколько здесь всего вот так вот навалено-то. Ну прям реально навалено. Да, надо мешать, но это уже надо мешать нормально. Нет, это так же можно размешать. Думаешь? Да, попробую. Отличный летний салат. Все ингредиенты чувствуются, все ингредиенты свежие. Но большой вопрос, где специи? Да. Абсолютно. Соль. Абсолютно никаких специй. Ни соли, ни перца. И вот горчички дижонские я бы еще чуть-чуть больше добавил. Может быть, можно было бы добавить, да. И чтобы больше он водянистый был, потому что он суховатый и за счет листьев салата, когда вот все вместе берешь в рот, особенно вот допустим, если попадает еще желточек, который за себя забирает, немножко суховато во рту. Либо больше соуса, либо больше огурцов и меньше, возможно, редиски, которые будут давать сок. И тогда будет, наверное, идеально. Либо вообще не добавлять вместе салата. Ну, они здесь погоды, не знаю, не кажется. Мне они здесь нравятся, они дают тоже вот эту вот хрусткость, летнее настроение. Но вот если он, наверное, постоит минут пять, он пустит немножко водички. Может быть. Не будет. Мне он нравится. Единственное, что специи. Даже дрендис. Я прям за это, потому что, ну, не хватает совсем. Не хватает совсем. Может быть, чуть больше сухого чеснока сюда добавить еще, чтобы он давал чеснок. Да, хотя бы соль. Ну, соль точно. А, кстати, соль даст воду. Ты просто сюда добавляешь немного ссори, огурцы дают воду, редис дает воду, все это смешивается и получается вкусняшка. Да, кстати. Но салат по ингредиентам. Понимаете, в чем фишка этого салата? Что если какие-то не очень хорошие ингредиенты попадутся туда, скажем, огурец немножко вялый, все, вообще не то будет. Там должен быть сочный, вкусный, свежий огурец. Женя, пора подводить итоги. Что тебе сегодня не оправдало? Ну, я конкретно сейчас на этот вопрос не отвечу. Я просто попытаюсь тебе сначала, да? Хочу обратиться к вам, дорогие наши зрители. Все прекрасно знают, что Эндис Пицца, Ла Плачинте, это какой-то такой со временем был испорченный в головах людей продукт. Типа, что, Ла Плачинте? Типа, что, Эндис Пицца? Ну, то есть, такое предвзятое отношение стало в какое-то время. Потом потихонечку начали они выходить из этого всего и начали готовить какие-то народные хорошие продукты, хорошего качества. И сегодня измененное меню, которое мы пробыли с Артуром, это мое мнение лично. Я скажу честно, очень неплохой уровень сравнить цены и качества. Для сетевого места. Особенно для сетевого места и, в принципе, можно обратно вернуть вот это понимание того, что это хорошо, что это народный продукт. Ла Плачинте. Что сегодня не оправдало, я опять же скажу, что не было такого продукта сегодня, что прям не оправдало, но вот этот салат, который с редиской, с огурцом, летний салат, я просто не говорил тебе, но я очень люблю такие салаты со сметаной, я безумно люблю. Я все равно туда добавляю помидоры, потому что мне нравится, когда напускают сок и так далее. Я люблю, когда он более сочный, может быть, я отвык от классики жанра, но тем не менее, мне не хватило в нем вкуса, потому что соль это усилитель вкуса. Мне не хватило сочности. Сочность это тоже очень важно для любого салата, особенно свежего. Сегодня мне не оправдала рыба. Как всегда, не оправдала рыба, потому что, ну, если брать изначально, Ла Плачинте это ресторан молдавской кухни, национальной молдавской кухни. Прости, это надо сказать, что это не блюдо не обрадовало, а ингредиент в блюде. Да, ингредиент, потому что в Молдове как бы семга не так, чтобы и водится. Может быть, где-то разводят красную рыбу на севере, и где-то, может, ее ловят на Днестре. Но факт в том, что вот эта рыба, она просто-напросто вот была лишней в этих оладушках, потому что сами оладьи хорошо, этот соус получается тоже хорошо, а вот рыба там, ну, никак. То же самое, когда я делал обзор на Эндис, новое меню, там тоже было одним из ингредиентов рыба, и к ней у меня тоже были вот вопросы. Может быть, это все в одном месте делается. На одной кухне. Да, да, на одной кухне. И к чему еще, к чему еще можно добавить что-то? Просто чуть-чуть-чуть добавить. Это к летнему салату соли, а к сыроли чуточку брынзы. Да. Ну, кстати, сыроли, это для меня было сегодня открытие. Это такой хороший вкусный пирог. Причем вкуснее, чем мясной пирог он был. Или обычной. Я хотел топчик добавить тебе в добавку. То есть это, то, что тебе не понравилось из ингредиента, это оладушки, но сами оладушки топчик просто. Нежные, вкусные, ароматные. Чувствуется кабачок. Когда ты кушаешь их горячими, они вкусные. Когда даже они холодными станут, они тоже будут вкусными. Вот. Единственное, что там чуть-чуть меньше чеснока. Правда. Потому что это само по себе нежное блюдо. Почему для меня это хороший топчик сегодня стал? Во-первых, потому что я люблю Республику Молдову. И национальные блюда Республики Молдова, это просто. Мы за них стоим горой. Они очень вкусные. И второе, этот вкус я не могу найти больше нигде. Подскажите в описании, где мы можем еще вот такое попробовать. У меня на первом месте сегодня, как всегда, два. Первое, что бы хотелось отметить, это костицу. Самое первое, что мы сегодня попробовали. Потому что салатик из капусты хорошо. Картошечка хорошо. Чуть-чуть больше специй. И само мясо приготовлено отлично. Даже если оно надрезанное, посмотрели по прожарку. Это как бы не возбраняется на самом деле. Если дома. А если в ресторане, то, наверное, это надо набить руку. Но все равно сочно, приправлено, приготовлено вот так вот. Это за костицу. И что меня сегодня прям поразило. Вот прям поразило топ-топ. У меня сегодня это салат из молодой картошки. А, да. Да, кстати, мы сегодня так хорошо разделили, потому что, блин, да. Салат с молодой картошки, потому что, ну, как бы ты смотришь на него, ну, такое. А когда вот ты его перемешиваешь, когда ты набираешь все ингредиенты, они друг с другом настолько хорошо дружат. Потому что, как я и сказал, огурцы топовые. Бекончик хороший. Не надо его жарить, не надо с ним ничего делать. Картошка приготовлена хорошо, по специям отличная. И вот прям у меня за 50 лей вот этот вот салат. Рукола. Даже рукола здесь молодец. Вот этот вот салатик. Ну, тебе это самодостаточный салат. Да, это самодостаточный салат. И на самом деле, вот как гарнир он может подойти к чему-то. Какому-то шашлычку только взятому из мангала, с шампура. 100%. 100%. Очень хорошая вещь. Либо это просто закуска под какие-то алкогольные напитки. Вы все видели сами. Внешний вид, это громад вкусовые качества оценил Женя. Я верить нам или не верить, это ваше личное дело. От нас просто огромная просьба. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки. Если вам не понравилось это видео, поставьте дизлайки. Если вы хотите что-то высказаться, пишите обязательно комментарии. А я на последок хочу сказать. По-прежнему любя нашу родину. Наши предки говорили, что когда ты просыпаешься, выходишь из дома, ну из места, где ты живешь, и вот все, что твои глаза видят, все съедомлю. Так что, друзья. Ешь ты камни. Не вопрос, если вам это нравится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok